Здравствуйте, Ирина! Хочу спросить вас о зимней свадьбе в русском народном стиле. Может быть, у вас был такой опыт? Может, есть ли какие-то идеи или моменты, на которые нужно обратить внимание? Спасибо! Да, есть моменты. Русский народный стиль, он довольно-таки сложный. На самом деле, потому что вообще любая тематическая свадьба, она довольно-таки сложная, потому что она требует очень тщательной проработки. Здесь не может быть просто, знаете, трех элементов, бублики, баранки и самовар, грубо говоря, а здесь все-таки должна быть тщательно продуманная концепция. Иначе это все будет выглядеть, ну, так себе, странно, непонятно, может быть, гостям, или будет ощущение, что немножко недоработано, поэтому это важно. Русский народный стиль, понятно, что он подразумевает определенную площадку. Это не может быть, я не знаю, какой-то его зимняя свадьба, это не может быть какой-то ресторан, все-таки это должна быть либо площадка в таком стиле, либо это какой-то деревянный должен быть сруб, чтобы можно было из нее сделать площадку в таком стиле. Если вы понимаете, что у вас очень маленький бюджет на декор, если вы понимаете, что вы не готовы вложиться, то делать свадьбу в принципе в каком-либо стиле я бы не советовала. Я бы советовала уходить в классику, потому что все-таки, повторюсь, любая тематическая история, любая тематическая свадьба, она требует дополнительных вложений в декор. Это действительно важный момент. Дальше. Русский народный стиль – это точно не круглые столы, то есть вы понимаете, да, я думаю, это точно не стулья кивари, то есть это все должно быть выдержано в одном стиле, это должен быть определенный кандибар, оформленный, ну, сладкий стол, да, все-таки это русский народный стиль, не заграничный никакой, сладкий стол, оформленный определенным форматом. Мы делали, кстати говоря, такую свадьбу, ну, очень давно. У нас была очень интересная история, когда ребята жили в Турции, жених русский, невеста тоже русская, но практически все гости были и из Турции. И ребятам, свадьба была зимой, и ребятам очень хотелось показать, что вот вот у нас можно сделать вот такую вот свадьбу, вот в таком вот стиле, и у нас были, конечно, там и баранки, никуда от них не уйдешь, и самовар, безусловно, никуда от него не уйдешь, и определенно оформленный был стол молодоженов с платками, с оренбургскими пуховыми платками, и, слушайте, ну, и чашки у нас определенные были, бокалы даже были определенные. То есть это реально продуманная концепция, это очень, в общем, это требует внимания. Второй момент. Будете ли вы обращаться к услугам декоратора? Если да, то, безусловно, вам нужно все-таки понять, что вообще будет у вас на выходе. Если у вас нет той мебели, которая необходима для реализации вашего проекта, то нужно ее будет привезти, либо заказать, либо найти площадку с той мебелью, которая подойдет под реализацию вот этой его стиля, вот этой концепции, чтобы это было действительно стильно, чтобы это было действительно интересно, чтобы это не было, ну, знаете, в таком, ну, как будто, знаете, я его слепила из того, что было, а потом, что было, то и полюбила. Вот чтобы вот этого не было, конечно, это нужно очень серьезно над этим поработать. КОНЕВА ИРИНА КОНЕВА ИРИНА